Вот. И во Франции, и в Испании начинаются гонения. Филипп Красивый такой был, который был одновременно с Ричардом Львиное Сердце. Говорят, даже они были любовниками. Потому что, вы знаете, что Ричард Львиное Сердце был железный гомосек. Да? Он был склонен к гомосексуализму, король. К сожалению, еще другие там были. Короля одного даже убили. Если вы спадаете, французская волчица, него же Лилия Прядь, да? Были, к сожалению, и короли такие. И вот этот Филипп Красивый изгоняет евреев. Изгоняет евреев. В 1306 году и в 1320 году опять погромы, погромы, погромы. В 1394 году евреев обвиняют в отравлении колодцев. И изгоняет из Франции. Помните, 1348 год, мы говорили, чума, да? И чума, естественно, тоже что? Евреи сделали, да. А еще евреи затопили Титаник. Ну, извините, это же был айсберг. Подумаешь, айсберг, ринберг, какая разница? То есть на евреев вешали все, что можно было тогда повешать. В Англии при Ричарде Первом создается специальное еврейское казначество, которое собирает евреев огромнейшие налоги. Но, несмотря на это, несмотря на конфискацию крупнейшего еврейского банкира Аарона Линкольна, потомки которого бежали в Соединенные Штаты Америки, из Аарона Линкольна получился какой? Авраам Линкольн, да? Вот, несмотря на это, у него конфискуют 100 тысяч фунтов. И все его имение вместе с заложенным ее землями было превращено в собственность королевской казны. Но затем, в 1290 году, указом Эдуарда Первого, все евреи были изнаны из Англии. Ну, и вы помните, первым страной, которая знала евреев, это 1113 год, легко запомнить, да? В городе Киеве, да, царь Владимир Второй или князь Владимир Второй, неясное солнышко, а другой Владимир, в одномах который, да, он издает указ об изнании евреев. В Германии много еврейских торговцев в Магдебурге, Мерзебурге, в Праге, в Майнце, Трире и Кёльне. Причем это почти еврейские города. И затем евреев начинают гнать. И когда начинается первый крестовый погод, вы помните, это было страшное время для евреев. Потому что крестоносцы пошли не на Иерусалим, а крестоносцы прошли через всю Германию, Австрию и везде уничтожали евреев. Это был так называемый народный крестовый поход. Я сейчас не буду говорить о крестовых походах подробно. И тысячи евреев погибают. Целые общины евреев уничтожаются. И куда евреи переселяются? На территорию Жерчь Посполитой Польской. И таким образом создается ашкенадский очаг еврейства на территории Западной Украины, в Белоруссии, Польше, Венгрии. То есть вот такие создаются еврейские очаги, еврейские гетто. И Элатеранский собор 1215 года принимает также постановление, что евреи должны быть изолированы. Первое такое место изоляции евреев, это был пушечный двор в Венеции. И как его назвали? Гетто. Это было собственное название. А затем гетто стали называть что? Все остальные места, где были изолированы евреи. Это было хорошо или плохо? Вы знаете, что в то время это было хорошо. В особенности сильное гетто было в Праге, в городе Праге. И евреи, они не подчинялись королевским указам. Они имели самоуправление. С двери гетто закрывались. И если какие-то возникали погромы, то евреи просто могли там находиться и могли отсидеться. Да? В то же Праге. Товарищи кошеры, кошерные мясники, во время такого погрома вышли на ворота с ножами и остановили толпу погромщиков. То есть это было относительно неплохо. Но позднее эти гетто, это стали места нищеты, да? Огромной скученности евреев. Это места, куда не проникала цивилизация и были очень тяжелые условия. Первые евреи в Китае, когда появились. Вы помните, в 722 году Ассирия покоряет Израиль и изгоняет 10 племен, которые постепенно исчезают. И вот Исайя, который жил чуть вскоре после этого, предсказывает, что евреи вернутся от Синима. А слово Синь, Синь, это что? Китай. То есть Исайя уже говорит о евреях Китая. Кстати, во времена Исайи живет еще знаменитый китаец. Да? Помните Конфуции? И есть предположение, что это евреи из Калина Ассира. Я не говорю, что это точно, но есть такое предположение. Дальше евреи поселяются во времена Средневековья. В 5-4 веках до н.э. перцы отправляют часть еврейского населения. Дальше мы говорили, во время правления династии Тан появляются евреи в районе Бомбея и Кайфына. Кайфына. Значит, Тан, династия Тан с 618 по 907 годы н.э. То есть персидские арабские купцы, евреи, они доходят до Индии и до Китая. Вы знаете, кто придумал шахматы? Да. А почему самые высшие чемпионы шахматы евреи? Дело в том, что это евреи, которые шли с караванами, им нужно было как-то скоротать время. В карты играть евреи не хотели. Карты, это вы знаете, они связаны с картой Таро, с гаданиями и так далее. А во что еще играть? Вот и придумали игру под названием шахматы. Назывался она сначала четверанг. То есть 4 ранга, 4 вида войск. 4 вида войск. И первых евреев, которые поселяются в Китае, называли Сэ-Му-Рэн. Сэ-Му-Рэн. Потому что среди таких евреев было много хазаким, наемников, помните, мы говорили, которые охраняли еврейские караваны, сильные люди, хазаким. Их еще называли Сэ-Му-Рэн, что означает «люди с цветными глазами». Евреи создают торговые города Кантон, Куанчжоу, Янчжоу, Нинба. Другие поднимаются по Великому каналу к реке Биан, Бианман, и создает город Бианман, стал называться город Кайфин. И другие города. Вот этот Великий Шелковый Путь становится местом, где объединяется культура Запада, да, и культура Востока. До сих пор евреи сохраняются в Кайфине, и мы знаем, я уже говорил, что в 20 веке даже евреи Кайфина попросили подданство, да, попросили подданство в Израиле. В Японии, интересно, в 1959 году Коцудзи, наследственный жрец национально-японского культа синтоизма, перешел официально в иудаизм. Европейцы, которые прибыли в Японию, заметили антропологическую разницу между японцами разных сословий. У простонародия были монголоидные лица с плосковатым носом, а у знати наблюдался орлиный нос и более тонкие черты лица. Как писал видный австрийский этногов в то время Рацель, знатную японскую даму приняли бы в Европе за еврейку. Сравните, самурай, шамрей, стража, гейша, гаиша, та самая женщина, отоко, мужчина, а та, это ты, в обращении к мужчине, да? И кебана, искусство собирания букетов, кабан, по-японски, портфель, а кавана, это сосредоточение на иврите. И есть очень много других параллелей. Глагол ширу, знать, учить, да? И глагол сар, править, управлять. Сар еврейский, ширу японский. По-японски не еврей, гой дзин. И вы знаете, гой, он и в Японии гой. Интересно, что в Японию прибыли, значит, русские фашисты, первые русские фашисты. И полковник генерального штаба Иисуа перевел на японский язык протоколы сионских мудрецов. Откуда русские фашисты взялись? Помните, на Востоке, да, когда отступали, да, войска Семенова и другие. Вот, и вообще, фашисты были в России. Вот, кто смотрел в Есенина фильме, да? Помните, его друг был из партии фашистов. И вот эти фашисты привезли протоколы сионских мудрецов. Но протоколы сионских мудрецов оказали на японцев прямо противоположное действие. Они, наоборот, полюбили, что? Евреев. И полковник генерального штаба Иисуа перевел на японский язык протоколы сионских мудрецов и очень поверил в могущество евреев во всем мире, во всесилии, в финансах и прогрессе. Он даже издал комментарии к классическому труду по еврейской иудофобии. Но он так толковал, что протоколы толкуют о заговоре евреев против христианского мира, к которому Япония не относится. Поэтому Иисуа решил использовать эти безопасные для японцев способности евреев к пользе страны восходящего солнца. После оккупации в 1931 году в Мажуре и во многих районах Китая, где Иисуа и его сторонники заняли руководящие посты в администрации, они сформулировали политику Японии в еврейском вопросе. Они даже решили, что будет еврейское государство в Азии, в Манчжурии. Я вам рассказывал, флаг еврейского государства это флаг Японии и на фоне солнца Маген Давид. Индии. Индии. Много евреев в Индии выселились во времена антиоха Епифана. Помните, что Эйлат, Эцион Гевер, имел связи с Индией. Евреи из Эцион Гевера, из Эйлата, часто приезжали в Индию. И вот эти беглецы, как интересно, что они заняли ведущие посты в тех местах, где они поселились. Вот документ, бронзовая таблица 10 века есть, которая свидетельствует о привилегиях и владениях данных еврея Йосифу Раббану вместе с титулом Раджи. Раджи довольно высокий титул, Махараджа Йосиф Раббан. Раббинович, Йосиф Раббинович. Йосиф Раббан. Титул Раджи. Биньямин из Туделлы, путешественник 12 века, писал, что в Качине живут темнокожие евреи, их около тысячи человек, следующие Торы. Марко Полы, который тоже бывал и в Индии, и в Китае, тоже говорил, что там есть евреи. Сами предполагаются, кстати, что Марко Поло тоже, вы знаете, кто был? Наш человек. Наш человек. Поло, это не фамилия его, это то, что он жил из Поляне. Поло, с маленькой буквы писалось. То есть, Поляне, Поляне, это кто? Украинцы. А почему он был генуэстцем? А потому, что вот здесь находится у нас рядом город, называется Акьерман или Белгород-Днестровский, и это была первоначальная генуэстская колония. Вот такая интересная вещь. И один из магараджей выделил специальную землю близ своего дворца для евреев и гарантировал полную религиозную автономию. И в течение столетий евреи жили благополучно. Были евреи, которые переселились с Малабарского побережья. И всего, в общем-то, создалось три таких грубных евреев. Значит, евреи привилегированные, евреи, которые чернокожие евреи, то есть, те же самые индусы, но принесшие иудаизм. Кстати, еще в Индии были фамиты, последователи Фомы. Это христиане. Но тоже их религия христианская с довольно таким хорошим, отчетливым налетом иудаизма. И были евреи маслобои. Им делали особую привилегию, чтобы они занимались давлением масла. И население называло их маслобои, не работающие по субботам. Сами они называли себя Бны Исраэль, сыны Израиля. В XIV веке несколько семей Блей Исраэль переселились из деревни Бомбей. И бывшие там европейские купцы узнали о них. В XVIII веке встретились также с евреями Качино. Один багдадский равен, приезжавший в Бомбей, хотел увидеть маслобоеву, не работающую в субботу, и добрался до одной из них деревень. Сначала он был разочарован тем, что увидел, но потом решил сделать опыт. Ребе пошел на базар, купил корзину рыбы, причем такой, что кошерной, и такой, что нет, и принес ее маслобоев. Женщины тут же рассортировали рыбу и выбросили всю живу не имеющие чешуи. То есть, вот такой был интересный тест. И евреи Бомбея занимали очень важные посты, как при администрации индийской, так и при колониальной администрации. Они нашли себя в новых условиях в военной службе и в туземных частях британской армии. Один из них Мозес в 1937 году был избран мэром Бомбея. Вторая группа евреев прибыла в период раннего средневековья из Персии. Их называют парсы. Значит, я тоже в Казахстане с одним товарищем спорил. С одной стороны парсами называют агнипоклонников. Ну, это вообще выходцы из Персии. Но, с другой стороны были парсы, которые что? Были евреями. И эти евреи парсы были язычниками? Они не были язычниками, да? Чтобы вы понимаете. И из них были индийские интеллигенты. Они имели светлую кожу, еврейские носы, образнование их значительно выше, и занимаются они преимущественно торговлей. Вот что они писали. Женщины отличаются высокой нравственностью, целомудрием, что отличает их от индийских женщин. Известный роман Джулия Верна «Вокруг света за 80 дней». Герой романа английский джентльмен попадает в Индию и спасает молодую женщину, помните, которую должны были сжечь на погребальном костре рядом с умершим мужем. И она оказывается из племени парсов. И все-таки я убьюсь, что парсы это не язычники их дипоклоники, а кто? Евреи. Третья группа евреев это были евреи из Португалии, бежавшие из португальских колоний в Индии от инквизиции. Это мараны, а также выходцы из Германии и Нидерландов. И причем даже такие, как Гринберги и Зальцманы. То есть вполне наши фамилии. Их называли третьим. Это группа белые евреи или пардеши чужеземцы. То есть старых поселенцев называли черными евреями, хотя они настолько черные. Вторые евреи это евреи коричневые евреи, да? Их называли на иврите Мешухрарим Мешухрарим коричневые. Вот. А еще были евреи белые. Были и евреи белые. Интересно, что большинство этих белых евреев высшего слова, вот эти парсы, они получили гражданство английское и переселились в Англию. И сейчас белых евреев практически в Индии уже нет. Они получили индийское гражданство и сейчас где английское гражданство в Англии живут. Вот такая судьба евреев. Правда интересна судьба евреев разных народов? Теперь немножко поговорим о наших евреях, да? О евреях русских и украинских евреях. Вы видите, я пользуюсь множеством разных источников и стараюсь выбрать самое интересное, потому что у меня ограниченное время, а материала очень много. Евреи, Польша и Литвы. Сколько у нас времени? 10 минут. Ну, хорошо, тогда мы сейчас начнем и продолжим дальше, да? Евреи, Польша и Литвы. Значит, по древним преданиям Польшу организовал прародитель польского народа Лях. Но слово Лях от слова Лях идти, да? На старославянском языке поляков принято называть Ляхом. Первым королем Польши был воеводок Ряк, который построил город имени Семенов, да? Краков. Младший сын Краков убил своего старшего брата, чтобы заследовать трон. Но народ изгнал его и избрал королевы дочь Крака, красавица Ванду. Ванда мудро управляла государством, а когда ее посватывал немецкий рыцарь, отказалась ему, боясь того, что ее родина попадет в зависимость от соплеменников жениха. Началась война, Ванда пообещала европейским богам принести себе жертву, если поляки победят, и когда немцев изгнали, она добровольно взошла набросилась в вислу. Следующий был король Пяст. Пяст был простой крестьянин. Жена его звали, его жену Ривка. Да. И рассказывается такая интересная история, что когда там умер последний законный король, нужно было избрать короля. И сначала избрали еврея. Но еврей закрылся в своем доме и хотел, чтобы избрали короля еврея, а то вдруг начнут на евреи выходения. И тогда народ начал рубить двери, и первым из них был Пяст. Он сказал, Пяст организовал народ, пусть он и будет королем. Но Пяст был не очень хорошим королем. Вот был Мешко Мечислав под влиянием своей жены чехской княгине Дубравки. Он крестил поляков по католическому обряду. Сын его Боислав Храбрый убил одного своего брата, другого ослепил, взял власть в свои руки. Но в конечном счете он так себя выбрал родственников и убивал их, что сам остался без наследства. И фамилия пяста тоже прекратила существовать. Следующий король был дальний родственник венгерского короля Людовика Великого. Людовик пытался объединить Польшу, Венгрию, Австрию и Баденбург. У него было три дочери Екатерина, Мария и Едвига. Он отдал польскому королю корону старшей Катерины. Она неожиданно умерла. Тогда решено было сделать польской королевой Марию, но в это время умер сам Людовик Великий и Мария заняла Венгерский постол. И так польская корона досталась 15-летней Едвиге. Едвигу помолвили с наследником австрийского престола Эрсгерцогом Вильгельмом и польская знать не хотела сближения с Австрией. И польское дворянство которое называлось как шляхты. А шляхты что шалах посланник означает благородный. И сами они себя называли пан или господин. А выдающийся шляхты назывались магнаты что означает вождь и предводитель. И тогда когда Едвига оказалась незамужней значит она вышла замуж за великого князя литовского Ягайла. Ягайла был наполовину русским. Его мать была тверская княжда. И она одно время претендовал на русский престол. Дело в том что в то время в Польше было небольшое население. Да? Польша понимаете. А княжество литовское это не только Литва в теперешнем географическом смысле но это Белоруссия да? И большая часть Украины. Вот примерно так вот. Отсюда и все что к западу. Так что литовское княжество оно занимало в четыре раза больше. Было польское и литовское княжество. Сначала оно существовало как конфедерация то есть непосредственно управлял гетман был коронный гетман литовский. Вот позднее было объединено в одно государство которое получило название как Жечь Посполита Жечь Посполита Польска. И евреи в польском княжестве как жили первоначально очень хорошо. Евреи даже получили полное самоуправление. Никто не имел права касаться евреев. Евреи считались личной собственностью польского короля. Причем многие польские короли женились на еврейках. Евреи с удовольствием переходили в католицизм. Некоторые оставались евреями. И даже был такой парламент еврейский который назывался ВААТ. Помните мы говорили Союз Четырех Земель. То есть Украины Польши Белоруссии и Литви. Союз Четырех Земель. То есть одно время евреи жили очень хорошо. Но зато постепенно постепенно польское государство уменьшалось и уменьшалось и уменьшалось и в результате оно было разделено между тремя государствами. Какими государствами? Пруссии Австро-Венгрии и России. Кстати Львов и Львовская область где находились? В России? Нет Австро-Венгрии Австро-Венгрии до конца до конца Первой мировой войны. Вот. И мы говорили что Литовец это Литовец Литвин это кто? Белорус Литвак это белорусский еврей да? Да? Русский это кто? Украин да? Русин это западная Украина и Словакия да? То есть в те времена было совершенно другое название народов. Но после присоединения к России стали называть Малороссии. Великая и Малая Россия да? и Белая Русь и Белая Русь хорошо о чем название Малороссии вот тут у меня есть интересные сведения вам расскажет отдельно да? Да а москвице княжество московское да? Москале отсюда хорошо ладненько значит теперь о новом времени да? Средневековье мы так очень кратко за тысячи лет да? Я прочел весь вам вот этот материал сегодня